Привет, друзья! Итак, выходной день и поэтому это значит время вида видео. Итак, посвященное вот этому ножу, это третий нож от Влада Бондаренко с его термичкой, его слесаркой. На этот раз это клин из стали М390 в его исполнении. Придел я свою, как говорится, универсальную рукоять, которая используется для многих клинков и заточил изначально, потому что клин был не заточенный, сведен тонко и взял на работу. Точил я его эльборами и здесь финиш я сделал 2.1, то есть финиш очень тонкий. Сразу говорю, что заточилась сталь очень быстро, очень легко, набирает остроту приемленную, в меру вязкая, образовывается хороший заусенец, такой равномерненький и проточка идет довольно таки хорошо. То есть взял я его на работу, поработать так вышло, что он у меня в работе был два дня. Украина Олимпление И это�. ПрисWait. Украина. Наталья? Возвращаться в эту сторону. Украина. 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 Стрелябников. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Череночек построгает вот такую палочку Потом я его перетачу на более... Может быть восстанавливаю РК Либо сделаю более грубый финиш И посмотрим, как он удержит... Будет удерживать остроту на этих же материалах Здесь я уже построгаю рог, кость В общем, посмотрим, на что способна М390 от Влада Бондаренко Давайте посмотрим, что у нас покажет ножик после двух дней работы Ну, на палец, как мы все пробуем Как мы все так... Как мы все пробуем Сейчас, секундочку Ну, газетку режет Не сказать, что со свистом Ну, так... Еще местами захватывает Но уже все равно есть Маленькие какие-то там повреждения на РК Сейчас гляну, посмотрю В линзу Что там нам покажет Ну, есть, наверное, какие-то деформации Которые... Затупления, которые Не дают комфортно резать газетку Ну, что ж, давайте теперь посмотрим на канат Как он будет резать Посмотрим остаточную остроту Итак Канат Давайте попробуем 22 миллиметра Джутовый Бангладеш Опа-на Так, ну, что-то он в канат Вообще никак не лезет Сейчас, секундочку Опа-на Протру, может, ну что, пооставалось Хотя, в принципе Он вроде как помытый Никаких проблем с этим нет Давайте еще раз Видите, да? Срез Махрит Газетку Давайте попробуем Вот такую бумагу Рекламный буклетик Этот уже не втыкает Не режет Так, ну, давайте попробуем Канат 26 миллиметров 26 миллиметров Что здесь у нас Покажет То есть он его не прорезает Вот этот затупленный участок Кирка Который здесь Он пролетает И все И До конца И Вот только вот здесь Начинает резать Ну, в общем Не будем Как говорится Мучиться Оставим Канат На Потом Оставим Канат на потом Убираем То есть участок Видите, да? Он его лохматит То есть он его прорезает Вот эта часть РК Пролетает А здесь уже Только дорезает И то не до конца Вот такая вот Формат Ну, срез Махрится Так, давайте теперь Попробуем Черенок Ну, видите Здесь, конечно Тонкое сведение Хороший угол Тонкий финиш Режет нормально Поперек волокон С основы Видите, да? Срез Аккуратный То есть вполне Вполне Весьма И весьма Неплохо Так, эту бумажку Режет Газетка Ну, газету Он какими-то местами За счет геометрии режет Сказать, что прям Комфортно Нет Нельзя Где-то там Чего-то задирает Но Все равно Режет Некомфортно Ну, что ж Высохшая Ольговая палочка Вот О чем я говорил То есть Участок Который здесь Затупленный Он Проскакивает И режет И режет Только Тот Участок Который Сохранил Еще остроту Потому что При работе Вся нагрузка По нарезке Приходилось Именно на вот этот Вот На вот эти 6 сантиметров Но тем не менее Смотрите Давайте попробуем Большой кусок Не захватывает Срезать Но тем не менее То есть Получается Вот такой Срез Ну что ж Видите, да? РК Особо Не пострадала Нож Еще режет Давайте Меня интересует Вопрос Вопрос Сейчас Чуть Сделаем Агрессивную РК И Меня интересует Вопрос Каната Залезет Или нет Нет Не лезет он В канат Не хочет Лезть Но при этом Древесину 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 Режет Очень-очень прилично Вот черенок Еще раз Чуть-чуть Загрубили Финиш Ну да Тут уже Видите, да? Как Угрызается Стружку Срезает Ровненькую Аккуратненькую И вот И вот Такой Получается Срезик Так А ну-ка Давайте Теперь Сейчас Аккуратненькую Возьмем Приятно И Аккуратно То есть Даже Вот так Сторогать Слышно Приятный Такой Срезаемый Звук Это работа Тонкого Финиша Тонкого Финиша 2-1 Эльбора Ну раз Уже Как говорится Пошла Такая Пьянка Кость Нет Кость Не строгает Только Таким Образом Под Большим Улом А так Он Проскакивает Так Проскакивает Ну тем не менее Видите Да Газеточку Восстановленная Видите Да Как Режет Ну что ж Не будем Баловаться Что можно сказать Заключение Первой Как говорится Части Термичка Очень и очень На хорошем уровне Пластические Декформации Особых Нет Механика Тоже Хорошая Сразу Говорю Что Вот этот Финиш 2-1 Очень тонкий Для этой Железки По продуктам Работает Офигенски Как Просто Разваливает Режет Очень классно И если Сделать Кухонечек С хорошей Геометрией Из этой Железки Будет Такой Классный Резачок Это будет Бесспорно То есть Ну в принципе Как и универсал М390 Годится Для многих Задач Здесь Сведение Очень тонкое И Теперь По данному Ножу Я его Восстанавливаю РК Но сделаю Финиш Чуть грубее Меня интересует Один момент Почему Он Режет Хорошо Строгает Приятно Вырезается В древесину Режет Бумагу Режет Продукты Но не режет Канат То есть Он в нем Как бы Вязнет Значит Соответственно Очень тонкий Финиш Попробую Сделать Чуть грубее И Смотрим Как будет Работа На более Грубом Финише На канате На древесине И на Кости Потому что Видите Кость Он Проскакивает То есть Он его не цепляет Значит Надо сделать Финиш Который Будет его цеплять И уже Будем смотреть О поведении РК На другом Финише И Уже На основании Этого Я думаю Можно будет Сделать Вывод Какой Финиш Предпочтительнее Для этой Железки И Именно Для тех Задач Которые Будут Ставиться Перед Ножом То есть Если Это Будет Если Он Покажет Хороший Результат На грубом Финише Он Будет Хорошо Резать Канат Он Будет Хорошо Строгать Древесину И Он Будет У него Будет РК Хорошее Удержание РК При На Механику На Вот Такое Вот Безобразие То Значит Это Можно Будет Остановиться Если Будет Чистая Кухня То Здесь Я Уже Сразу Говорю Что Финиш Нужно Делать Очень Очень Тонкий И Кухня Будет Просто Шикар На Этому Все Первая Часть Видео Закончена Встречаемся Во второй Буду Показывать Как я Буду Точить Ну И Будем Наблюдать Смотреть За Поведением Стали М390 От Влада Бондаренко По Заточке Этого Ножа Вот С ним Хоть Он Конечно Здесь Чуть Чуть Слегка Несимметрично Видите Да Линия Спусков Но Спуски Здесь На Одинаковый Угол Сделаны По Отношению К Центру Они Практически Идеальны То Есть Клины Просто Зажимаются В Одной Струбцинкой Здесь Губками Здесь И Угол Одинаковый То Не Надо Никаких Там Танцев С Бубнами Подкладывать Что-то Закладывать Здесь Идеальный Клин Я Был Конечно Приятно Удивлен Что Не Был Никаких Проблем С Заточкой Вот И Не Был Никаких Перекосов Что Один Угол Больше Один Меньше Здесь Все На Очень Классном Уровне Я Так Думаю Что Влад Будет Этот Клин Продавать Кто Желает Приобрести Пишите Ему Вот После Того Как Он Закончится Я Разогрею Рукоять Сниму Этот Клин И Отправлю Все Ножи Два Ножа Elmax N690 Этот Клин Назад Владу Если Кто 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 Купит Купит Раньше Отправлю К вам Так Что Следите Дальше За Новостями Скоро Будет Вторая Серия На Этом Все Всего Доброго Пока Пока